Реклама Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12». Напоминаю, что интернет-версия нашей программы доступна на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже в феврале этого года руководители всех управляющих компаний республики начнут сдавать квалификационные экзамены. Своего рода ЕГЭ по дисциплине ЖКХ. Из 200 общих вопросов компьютер предложит экзаменующемуся 100. Тест считается успешно пройденным, если руководитель управляющей компании смог ответить верно как минимум на 86. Только по итогам такой контрольной проверки специально созданная комиссия решит, какие управляющие компании получат лицензии. Полномочия по их выдаче, а также проведение дальнейшего лицензионного контроля возложили на Государственную жилищную инспекцию республики Морел. Сам закон вступил в силу с 1 сентября 2014 года, а вот лицензию организации должны получить до 1 мая 2015 года. Причем организации, не получившие лицензию до указанного срока, не будут допускаться до осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. При этом изменения не затронут жилищно-строительные кооперативы и товарищества собственников жилья. Лицензирование деятельности управляющих компаний уже называют своего рода генеральной уборкой. Задача оставить на рынке ЖКХ только тех, кто добросовестно подходит к процессу управления многоквартирными домами. В случае, если жильцы дома остались без управляющей компании, то есть руководитель УК попросту провалил экзамен, органы местного самоуправления проводят конкурс по выбору новой компании среди тех, что получили лицензию и заплатили госпошлину. Лицензия будет выдаваться без ограничения срока действия. За предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами установлена госпошлина в размере 30 тысяч рублей. На фоне ужесточения контроля за деятельностью управляющих компаний в региональном Минстрое тем временем подводят промежуточные итоги другой программы. В ноябре прошлого года жители МРИЛ получили первые квитанции за капремонт за октябрь. До этого на выбор жильцам многоквартирных домов было предложено две схемы. Либо платить взносы в общий так называемый региональный котел, либо на свой спецсчет, созданный для конкретного дома. Первый вариант, по данным Минстроя, выбрало большинство, около 90%. Правда, пока сбор платежей за капремонт в целом по МРИЛ за два месяца составил около 40% от общего объема. Образцовую платежную дисциплину показывает Оршанский район. Всего в программу капремонта в МРИЛ включены более 4 тысяч многоквартирных домов. Программа долгосрочная, рассчитана до 2043 года. А вот что касается тарифной политики, здесь плановые изменения ожидаются уже с июля этого года. В соответствии с федеральным законодательством до каждого субъекта довезены предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги. По республике МРИЛ предельный рост составит 8,5% и максимальное отклонение 2,1%. Таким образом, предельный индекс максимальный 10,6%. В целом, комплекс мер по развитию отрасли ЖКХ в МРИЛ сформирован в так называемой дорожной карте, рассчитанной до 2020 года. Одна из приоритетных задач – обеспечить информационную открытость в сфере жилищно-коммунального хозяйства для всех потребителей республики. Кроме этого, в планах запустить в регионах страны, в том числе и в МРИЛ, государственную информационную систему ЖКХ, которая должна объединить всех участников этого непростого рынка, управляющие ресурсно-снабжающие компании, федеральные органы, местные администрации, а также непосредственно самих жильцов. Ну, бывает, но мы разбираемся в кругу семьи, в интернете, да, получаем. Конечно, разбираемся. Ничего, вообще ничего. Что могли бы порекомендовать? Вот это уж я не знаю. Быть честными, вот и все. Телевизор, радио, интернет. Да, достаточно. Не знаю, как бабулькам, их, наверное, нужно спросить. В первую очередь. Молодежь, в принципе, доступа в интернет есть и к другим ресурсам. ЖКХ и говорить не хочется. Раздражают все эти новинки. Не каждый же раз ремонт делают, а счета приходят. Да, вот хотелось бы знать, откуда, как. Должны как-то разъяснять, надо говорить людям, объявления писать, вот как так, чтобы для собраний какие-то делать. Я не в курсе, я в этом пока не разбираюсь еще ничего. Даже не слышал, не читал. Мы ощущаем только по квитанциям, а нигде особо так нам никто не разъясняет. Вот сегодня, ну в этом месяце пришли квитанции, их так много, что можно просто-напросто запутаться. Подъезды не убираются, дорожки не чистятся, ничего. А цены растут. По квитанциям это очень видно и ощутимо. Меня устраивает на 100%. ЖКХ, так же, как и вся наша страна, находится в трудном состоянии. Мы выдержим все, осилим. И будем как бы благодарны ЖКХ за то, что она есть. Ну а в том, что у управляющих компаний работы будет много, сомневаться не приходится. Годом активного жилищного строительства стал в МРИЭЛ 2014. За это время в республике за счет всех источников финансирования построено и сдано в эксплуатацию более 5700 квартир, общей площадью 415,5 тысяч квадратных метров. Это почти на 12,5% пунктов выше показателей 2013 года. Кстати, более половины новостроек – это частные дома. Их возведено более 1800. Наибольший рост объемов индивидуального жилищного строительства отмечался в Парангинском, Маркинском, Волжском, Советском районах и в Ешкарале. Значительное снижение объемов отмечалось в Килимарском, Оршанском и Сернурском районах. 7201 рубль – такова величина прожиточного минимума по республике за четвертый квартал прошлого года. По данным статистики, по сравнению с третьим кварталом 2014-го, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 2%. Для трудоспособного населения величина утвержденного прожиточного минимума – почти 7700 рублей. Для пенсионеров – около 6000 рублей. И для детей – чуть более 7000. Напомню, прожиточный минимум устанавливается для разработки социальных программ и реализации мероприятий социальной политики. В это понятие входят расходы по обязательным платежам и сборам и стоимость потребительской корзины. Соответствует требованиям времени в такой сложной и быстро развивающейся отрасли, как микроэлектроника, эту задачу реализует руководство и коллектив завода полупроводниковых приборов, уже более 70 лет работающего в Вешкороле. За последние годы модернизация производства коснулась практически всех цехов предприятия. Однако установка нового оборудования продолжается и сегодня. Завод осваивает выпуск все более сложных и миниатюрных корпусов для интегральных микросхем. Производство металлокерамических корпусов высокой степени сложности для микроэлектроники. Сфера деятельности завода полупроводниковых приборов предъявляет неизменно высокие требования как к профессиональным качествам сотрудников предприятия, так и к оборудованию, которое здесь используется. Основная тенденция в развитии микроэлектроники – уменьшение масс-габаритных параметров приборов при одновременном увеличении их функциональных возможностей. Решая эту задачу и стремясь удовлетворить требования заказчиков, руководство предприятия уделяет особое внимание модернизации производства, которая началась здесь в 2009 году и успешно продолжается до сих пор. На ЗПП устанавливается самое современное оборудование, закрепляющее передовые позиции завода на рынке микроэлектроники России и ближнего зарубежья. Очередной этап технического перевооружения происходит сейчас. На предприятии осваивают литье особо тонкой керамической пленки и технологию ее обработки. Чтобы перейти к этим, к современным изделиям, необходимы совершенно другие технологии, чем мы имеем сейчас. В первую очередь это касается получения тонких пленок, с тем, чтобы потом сформировать сложную многослойную структуру и обеспечить межслойовые переходы с надлежащим запасом надежности, поскольку наши изделия работают в самых сложных условиях. И основная защита, основная функция назначения металлокерамического корпуса – это обеспечить надежную работу самого кристалла, самой микросхемы в самых-самых сложных условиях – и климатических, и механических. Мы сейчас отработали уже несколько контрактов и ведем поэтапную модернизацию основных технологических участков, основных технологических приемов и операций. Я думаю, что с его внедрением мы можем перейти на новый уровень. Запуск новой линии позволит не только освоить выпуск более совершенных с технической точки зрения изделий, но и существенно повысит производительность труда. Сегодня в номенклатурном списке продукции завода более 800 изделий, которые используются преимущественно в оборонной промышленности. В будущем номенклатура изделий расширится. В планах руководства предприятия дальнейшее техническое переоснащение. Также мы планируем закупить высокотехнологическую печь обжига керамических плат с измененным циклом обжига, с укороченным циклом и со сборкой плат на молибденовые пластины. В будущем планируется закупка оборудования и технология сборки пайки сложных многовыводных и безвыводных корпусов. Сегодня предприятие занимает около 60% отечественного рынка металлокерамических корпусов специального назначения. И всесторонняя модернизация производства на заводе, выпуск новых видов продукции, позволит серьезно потеснить иностранных конкурентов в России. Уже достигнутые предприятием результаты показывают, завод полупроводниковых приборов выбрал правильный вектор развития и способен производить качественную и конкурентно способную продукцию мирового уровня. Бегом на коньках. В Йошкар-Оле стартовали финальные зональные соревнования в рамках седьмой зимней спартакиады учащихся России среди юношей и девушек старшего и среднего возраста. Более 50 спортсменов, представляющих 6 регионов, Пендинскую и Нижегородскую области, а также Республики Башкортостан, Татарстан и Морел, на протяжении нескольких дней определяют сильнейших в нескольких видах программы. Медали разыгрываются в беге на 500, 1000 и 1500 метров, а также в эстафетах среди юношей и девушек. На кону путевки во всероссийские финалы зимней спартакиады учащихся. Соревнования очень важны, потому что на них происходит отбор трех команд от этого региона на финал спартакиады. Но, естественно, это показатель работы регионов, и очень важно попасть в финал, где будут разыгрываться уже медали спартакиады учащихся. Соревнования начались, в первые впечатления борьба идет бескомпромиссная, дети все стараются попасть в финал, у кого-то получается, у кого-то не получается. Но будем надеяться, что если даже кто-то волнуется с детей, то они сегодня справятся с волнением, и в следующие дни у них будет более, у кого не получилось, будет более удачные следующие дни. Добавлю, что соревнования в Ледовом дворце Мориэл продлятся до завтра. В последний день стартов будут определены сильнейшие в эстафетах. У юношей на 2000 метров, у девушек на 1000 метров. Начало в 11.30, вход для зрителей свободный. В здоровом теле здоровый дух или спортивный корпоратив. Проведение спортивных соревнований среди сотрудников предприятий или организаций набирающая популярность тенденция. Тем более, что современная спортивная инфраструктура республики и столицы Мориэл позволяет проводить соревнования любого уровня. Ну а на днях на базе ФОКО Политехник в лыжных гонках соревновались сотрудники Сбербанка. Довольно-таки морозная погода с парыстым ветром не охладила пыл участников лыжных стартов. Начав собираться загодя, четко к обозначенному времени, на построении собралось несколько десятков работников Сбербанка. На этот день сменивших отделовые костюмы на спортивные. Место действия – площадки физкультурно-оздоровительного комплекса «Политехник», что не случайно. ФОКО Политехник имеет неплохую базу для проведения зимних видов спорта, для проведения спартакиад, корпоративных мероприятий, типа «День здоровья», «Папа, мама, я» семейных. Лыжня, хорошо освещенная, в темное время суток опоясала стадион «Молодежный». Соревновались лыжники в двух видах. Сначала был спринт. Женщины преодолевали один круг вокруг стадиона, мужчины – два. Вторая часть программы после небольшой паузы – лыжная эстафета. Сбербанк России каждый год проводит спортивные мероприятия, направленные на развитие физических способностей наших сотрудников. В летнее время мы играем в баскетбол, волейбол и футбол. В зимнее время на базе ФОКО Политехник сегодня проходят лыжные соревнования. Развитие физической силы и тела духа является такой же неотъемлемой частью для нас, как и развитие профессиональных навыков, бизнес-навыков является основой развития цельного личности каждого сотрудника банка в целом. Впрочем, побаловать себя на спортивной базе Политехника, кроме лыжных гонок, можно было игрой в мини-футбол. Для этого расчищены сразу несколько площадок. Для любителей семейного отдыха сконструирована горка для катания на матрушках и ледянках. В Сбербанке я работаю полтора года и был приятно удивлен, что постоянно проводятся спартакиады по разным видам спорта. И во всех играх я стараюсь принимать участие. В частности, в лыжных гонках и легкой детике. Но спорт помогает не только как в качестве здоровья, в хорошей физической состоянии находиться, но и в работе. Я, конечно, не настоящая спортсменка, но всегда стараюсь участвовать во всех спортивных соревнованиях. Но вообще почему? Для поддержания корпоративного духа, чтобы всегда было хорошее настроение и чтобы всегда быть в команде. Несмотря на то, что старты подразумевали выявление победителей, основная идея подобных праздников спорта лежит в другой плоскости. Это сплоченность, умение работать командой и нацеленность на общий результат. Не зря говорят «в здоровом теле – здоровый дух», что весьма положительным образом сказывается на работе тех или иных организаций, в данном случае Сбербанка России. Но современная спортивная база республики, в данном случае площадки, как вокруг физкультурно-здоровительного комплекса «Политехник», так и в нем самом, в помощь всем тем, кому не безразлично свое здоровье и успех предприятия. Самбо, румба, ча-ча-ча и, конечно же, вальс. В Вешкороле прошел открытый турнир по одному из самых красивых видов спорта – бальным танцам. В нем приняли участие танцоры из Удмуртии, Татарстана, Чувашии, Мриэл и других регионов страны. И хотя парные танцы под силу людям любого возраста, в этот раз особенно блистали юные звездочки. На танцевальном празднике побывала и наша съемочная группа. Красивые наряды, легкость движений и ослепительные улыбки танцоров на паркете – первое, что бросается в глаза зрителю. Однако бальные танцы – это не только искусство, это настоящий спорт, требующий больших физических нагрузок, длительных тренировок и, конечно, воли к победе. Даша и Данил выступают в паре уже пять лет. Заниматься бальными танцами начали значительно раньше. Родители привели в этот спорт, когда ребята были еще малышами. Сейчас им 13, и в их коллекции уже два кубка и целый набор медалей разного достоинства. Чтобы добиться результата, нужно работать как одно целое, говорят партнеры по танцам. Разногласиям на паркете места нет. Мы на самом деле с самого детства знакомы, в одной песочице выросли, поэтому легко. Поддерживаем друг друга в радой ситуации. Наши ссоры остаются за паркетом. На паркете мы проявляем всю любовь, всю нашу дружбу. Ведет в паре партнер, поэтому мальчики, которые занимаются танцами, подтянуты, координированы, галантны. Правда, родители зачастую первыми настаивают на более мужских видах спорта для своих сыновей, даже не оставляя им шансов попробовать себя в танцевальном спорте. Татьяна Королева в бальные отдала не только дочь, но и сына. Говорит, нагрузка не меньше, чем, к примеру, в секциях самбо или дзюдо. Это спорт, причем очень серьезный, очень большие нагрузки и очень большие требования. Благодаря бальным танцам он начал подтягиваться, заниматься гирями и всеми вытекающими. В российском турнире по спортивным танцам в Ашкарале приняли участие спортсмены из разных регионов страны. Самым юным из них 5-6 лет. Уловить ритм и двигаться строго под музыку – один из основных критериев оценки. В первую очередь, по правилам судейства оценивается позиция пари, музыкальность исполнения, а также артистичность, техничность, атмосфера и другие критерии судейства. Я думаю, танцевальный спорт развивается и не стоит на месте. И наши пары достойно представляют другие уже республики на более больших площадках. Они вырастают, уезжают дальше учиться и нам не стыдно за свои пары. Сегодня в Ашкарале более 10 клубов, где обучают спортивным танцам. Причем, в отличие от многих других видов спорта, прогнозов, будет ли ребенок чемпионом или нет, здесь сразу никто не дает. Многое зависит и от количества тренировок, и от желания детей и их родителей. Минус, пожалуй, только один – бальные танцы – один из самых дорогих видов спорта. Наравне с теннисом, фигурным катанием, хоккеем. Правда, можно заниматься, что называется, для себя. Ведь возрастных рамок в парных танцах не существует. Некомфортная ветреная погода сохранится в Мариел примерно до четверга пятницы. По прогнозам, завтра солнце спрячется за серой облачностью, а показания термометров немного повысятся. Существенных осадков в этот день не предвидится. А вот в среду днем ждем снегопадов. В этот день на погоду в нашем регионе может повлиять североатлантический циклон. Выпадет несколько сантиметров свежего снега, поднимется метель. А показания термометров повысятся до 5-10 градусов мороза. По предварительным прогнозам, в первую неделю февраля в Мариел сохранится царствование казахстанского антициклона с умеренными морозами. Только с 4 по 6 февраля под влиянием атмосферных фронтов южного циклона возможен снег. Чем известны и города Мариел за своими пределами? Что запомнится каждому гостю, хоть раз посетившему республику? Неспешная городская и сельская жизнь, чистый воздух, обилие лесов и полей. Однако, стоит присмотреться, получше станет видно, что известны Мариел еще и продукции, производимые в республике. Причем не только сельскохозяйственной. Что же именно, а самое главное, как производится из бумаги в Мариел? Настоящий рай для любителей оригами. Здесь и бумага, и картон, ножницы, ножи и краски. Но только в масштабном промышленном производстве. В этих цехах появляется на свет то, без чего не может обойтись практически ни одно уважающее себя и свою продукцию предприятия. И то, что частенько становится подспорьем в нашей повседневной жизни. Здесь при помощи различных технологических процессов на довольно сложном оборудовании производится гофрированная картонная тара. А начинается и заканчивается весь процесс вот на этом складе, куда привозятся и хранятся до основной стадии производства эти огромные рулоны бумаги и картона. Когда подошло время, эти рулоны помещаются на большие катушки вот этого аппарата, называемого гофроагрегатом. Именно на нем исходным материалом придется пройти не одну стадию, прежде чем называться гофрокартоном. Гофрированная бумага своего рода гнется под прессом, принимая волнообразный или синусоидный изгиб. На одну сторону этой уже изогнутой бумаги наносится крахмальный клей на водной основе, и к этой стороне приклеивается лист картона для плоских слоев. После этой заготовкой отправляются подвалы предварительного нагрева, или же, проще говоря, утюги, под прессами которого бумага приклеивается к картону, а высокий температурный режим содействует испарению лишней влаги. Само сырье имеет показатель влажности, и так как наносимый нами клей тоже состоит из воды, чтобы избежать избыток влажности, мы его предварительно нагреваем, чтобы потом включился химический процесс в последующем при его нагревании, кристаллизации клея. То есть здесь идет соотношение температур и скоростей. Так как настоящая линия, она имеет теплоноситель электричества, то скорость ее не ограничена, скажем так, той температурой, которую может выдать нам тены, электрические тены, тены электрического нагрева. Когда двухслойная заготовка готова, пришло время приклеить к ней третий завершающий слой картона. И уже этому трехслойному картонному листу предстоят завершающие стадии обработки на этом аппарате. А это три различных пресса. Их разница в температурном режиме утюгов. В самом первом она составляет 120 градусов, во втором около 60, а в третьем предстоит уже охлаждение. Есть и нюансы, объединяющие эти прессы. Обработку в них гофрокартон проходит под специальным полотном, которое забирает с себя все излишки влаги. После того, как листы подсохли, пора на резку, где убираются все небольшие погрешности смещения листов друг на друга при наложении. Составляет это ширина не больше одного сантиметра. И где листы режутся на отдельные, принимая размеры, необходимые для будущей коробки. На этом аппарате возможны и производства пятислойного гофрированного картона, который чаще всего используется в упаковке бьющейся продукции. К примеру, стекла или санфаянса. Кстати, скорость этого гофроагрегата составляет 30 метров картона в минуту. А учитывая, что работает он круглосуточно, в день из него выходит около 45 тысяч квадратных метров готового картона. В производстве картона, как и в природе, существует определенный круговорот. Все обрезанные кусочки картона не выбрасываются, а порисуются. После снова отправляясь на бумажную фабрику, где перерабатываются, так что процесс практически безотходный. Ну а после того, как листы порезаны, они отправляются на еще один аппарат, называемый слотер, на котором на них наносится маркировка самого производителя картонной тары и рекламная информация заказчика, чьи продукты и будут в эти коробки упакованы. А вот после эти заготовки коробок должны своего рода настояться в течение нескольких часов в теплом и сухом помещении. Выделение влаги из гофрокартона продолжается на протяжении долгого времени, после того, как он сойдет с самого агрегата. Точных требований ГОСТам не существует каких-либо, но обычно картон стараются выдерживать порядка от 8 часов до несколько суток, чтобы он лежал в теплом помещении. То есть он продолжает, скажем так, отдавать влагу, клей перестает кристаллизоваться после, скажем так, шокового нагрева на столе, и уже потом просто, скажем так, происходит отдача влаги, и картон приобретает прочностные характеристики. Картон порезан, отмаркирован, самое время его склеить, упаковать, подъездить разложенных коробок и отправить к заказчику. После некоторых несложных действий на сложных станках, ГОФИВА на картонная коробка готова к своему использованию по прямому назначению, к примеру, хранению или перевозке чего-либо, либо же способом совсем необычным. ГОФИВА на картонной коробке Сейчас мы находимся возле дома, в котором силами наших специалистов выполняются работы по монтажу систем водоснабжения, отопления и канализации. Определенную сложность в проектировании и монтаже системы отопления вносит то, что дом имеет сложную форму, второй свет, ну и сложную конфигурацию этажей, то есть цоколь первый, второй. Достаточно большая площадь, то есть порядка 400 с лишним квадратов. Сейчас мы находимся в тепловом пункте данного дома. Нашими специалистами была разработана схема теплоснабжения, с сердцем, который является напольный газовый котел БАКСИ, с чугунным теплообменником. Для приготовления горячей воды также используется бойлер в БАКСИ, достаточно большого объема, то есть порядка 200 литров. Из полипропилена, то есть с целью снижения затрат, были выполнены коллекторные группы, то есть на теплые полы, на радиальное отопление. Для поддержания постоянной температуры в контурах теплого пола был установлен термостатический смесительный вентиль СБ. Этот вентиль выполняет функции поддержания строго определенной температуры в каком-либо контуре отопления, в нашем случае это контур теплых полов. Для компенсации теплового расширения теплоносителя в контуре отопления был установлен мембранный расширительный бак, а такого же типа бачок был установлен для компенсации температурных расширений в системе горячего водоснабжения, то есть специальные бачки именно для ГВС. После расчета необходимой мощности отопления был выбран комбинированный способ отопления, то есть отопление как классическое радиаторное, то есть в данном случае у нас алюминиевые радиаторы, также будет отопление идти от теплых полов. Сейчас у нас есть черновой пол, то есть чуть позднее будет выполнена работа по укладке теплого пола. То есть таким образом будет достигаться комфортность, то есть все-таки ходить по теплому полу гораздо приятнее, ну и эффективность именно радиаторного отопления. Так как данный дом имеет сложную конфигурацию этажей, то есть это вот второй свет, в том числе, то есть цокольный этаж, был проведен довольно-таки сложный тепловой расчет здания. Ну и соответственно на каждый радиатор будут установлены термотерические вентили, то есть те вентили, которые следует изменять температуру воздуха в помещении, изменяя температуру нагрева радиатора. После завершения работ по монтажу систем теплоснабжения, также наша фирма здесь будет выполнять работы по монтажу систем водоснабжения и канализации. Данный клиент приобрел у нас систему очистки источных вод, нашими специалистами данная система была запущена. Система отопления Система отопления является неотъемлемой частью комфортной жизни человека в своем доме, а сердцем системы отопления является котел. Котлы бывают электрические, твердотопливные, либо газовые. Давайте рассмотрим подробнее каждый вид из этих котлов. Твердотопливные котлы. Как следует из названия, данные котлы для производства тепла используют твердое топливо, как то дрова, либо уголь, либо торфяные брикеты. Конструктивно твердотопливные котлы состоят из камеры сгорания, в которой происходит горение топлива, и водяной рубашки. По материалу рубашки котлы отличаются каким образом? То есть, либо это котлы с остальной рубашкой, отличаются малым весом, малыми габаритами и низкой ценой, либо котлы с рубашкой из чугуна, то есть, ставятся чугунные секции, достаточно большой вес, ну, цена тоже, естественно, побольше. Основное отличие чугунных котлов в том, что они более долговечные. То есть, срок службы у них раза в 2-2,5 выше, чем у остальных. Отдельным классом отопительных приборов являются электрокотлы. Данные котлы отличаются самыми маленькими габаритами из всех котлов, которые сейчас существуют. Благодаря чему? Благодаря тому, что источником тепла в данной котлатке является электрический ТЭН. Поэтому котлы, даже достаточно большой мощности, до 5 кВт, принимают вот такие вот размеры. Котлы мощностью больше 5, то есть, 7,5 и более размеры, ну, примерно вот такие, то есть, не больше чемодана. Данные котлы также удобны тем, что для их работы не требуется дельное помещение. То есть, они в своей работе не тачат воздух и не требуют особой вентиляции. Сердце электрокотла – это трубчатый электронагреватель. В простонародье ТЭН представляет собой, как следует название, трубку, имеющую несколько витков, и два свободных контакта для подключения к электросети. ТЭН в электрокотлах данного производителя выполнен из нержавейки, поэтому служит достаточно долго. Есть отдельный подвид газовых котлов, которые используются в частных домах. Это котлы настенного типа, закрытые камер сгорания. Как правило, такие котлы являются двухконтурными, то есть, служат как и для отопления, так и для приготовления горячей воды. Основная масса данных котлов отапливает площадь от 30 до 240 квадратов и производит порядка 10-13 литров горячей воды в минуту. Данные котлы реализуют принцип «все в одном». То есть, в данных котлах стоит циркуляционный насос для того, чтобы двигать теплоноситель по системе отопления. Есть система безопасности, то есть защита от перегрева. Есть расширительный бак, который компенсирует тепловое расширение теплоносителя. И закрытая камера сгорания, то есть, благодаря ей не требуется отдельно выводить дымоход вертикально вверх. Ну и снижаются требования к помещению, в котором он будет стоять. Данные котлы более дорогие, чем их напольные собратья, но благодаря тому, что много-много-много вещей уже внутри котла предусмотрено, итоговая цена, как правило, получается дешевле. Ну и немаловажным фактором, говорящим в пользу данных котлов, является то, что данные котлы имеют малые габариты, приятный белый цвет, то есть, они могут быть установлены на кухне. Нужен ли человеку повод для того, чтобы выглядеть хорошо и ухоженно, всегда улыбаться своему отражению в зеркале и ловить на себе восхищенные взгляды? Если и вам для красоты не нужен повод, тогда эта рубрика для вас. Итак, наша сегодняшняя героиня Елена работает бухгалтером, много времени проводит в компании расходных документов и компьютера. На себя времени остается мало, хотя Елена любит экспериментировать и обожает меняться. Я пришла на программу, чтобы измениться, чтобы изменить свою прическу, посмотреть, что мне подходит, какой макияж, какая прическа, потому что я не люблю ходить однообразно, люблю меняться постоянно. Для нового образа Елены мы сделали цвет более насыщенный, а чтобы стрижка смотрелась более эффектнее, мы сделали прядки на два тона светлее. Пока идет покраска головы, мы воспользуемся моментом и покрасим нашей героине брови. Все-таки брови, они подчеркивают черты лица и делают более выразительное наше лицо. Трижке мы придали форму, сделали более объемнее, чтобы ей легко укладывалось в домашних условиях. По желанию Елены мы максимально сохранили длину волос. Итак, первая часть нашего преображения закончена. Мастера этого салона красоты потрудились на славу. Завершающий штрих в преображении нашей героини сделают специалисты салона оптики. Ведь красивые, а значит и здоровые глаза многое могут сказать о человеке. Я к вам пришла с такой проблемой. У меня есть уже очки, я ношу очки, у меня дальнозоркость 0,75, и они мне уже не помогают. Я поняла вашу проблему. Для начала проверим зрение. Елена, после проверки зрения мы установили, что у вас есть дальнозоркость. Дальнозоркость – это возрастная. Хрусталик с возрастом становится не таким эластичным, и глазные мышцы ослабевают. И для того, чтобы обеспечить себе хорошее зрение, комфортное зрение во время вашей работы, работы с документами, работы с компьютером, с монитором, нужны специальные очки. Очки с расширенными возможностями. Эти очки дадут возможность работать комфортно на близких расстояниях, читать, писать, работать с документами и работать с монитором. И второй вариант очков – это прогрессивные очки. Так называемые прогрессивные очки, в которых вы сможете видеть хорошо на всех дистанциях. Не меняя очков, не имея какие-то дополнительные очки. То есть вы будете хорошо видеть и за рулем, и в зале кинотеатра, и просматривать телепередачи. В них же вы будете видеть хорошо и за экраном монитора, и читать, и писать. То есть выполнять любую бытовую работу на близких расстояниях. Теперь мы приступим к выбору оправы. Для подбора оправы к прогрессивным очкам есть небольшие нюансы, которые мы можем учесть. Оправа должна быть определенной ширины, определенной высоты. И она будет более крупная, чем, допустим, классическое узкое оправа. Стильно и утонченно, изысканно, но лаконично. Именно такой образ мы подобрали для Елены, учитывая ее характер и образ жизни. И именно в этом образе Елена чувствует себя комфортно. А это, пожалуй, самое главное. Реклама Увеличьте ваши продажи. Обеспечьте рост ваших доходов. Привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении. ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально. И мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. Реклама на радио и телевидении. 42-28-28 Реклама 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова